Наглядные примеры всегда лучше скучных цифр, поэтому ежегодный экологический отчёт Балаковской АЭС прошёл в этот раз, как говорится, в полях. Журналистов и общественников пригласили выездной рейд для того, чтобы они сравнили показатели радиационной обстановки на разных берегах Волги. Участники рейда замеряли мощность дозы гамма-излучения почвы, деревьев и другой растительности. В широком Буираке, например, радиационный фон составил 0,08 микрозивертов в час – природная норма. В окрестностях пруда охладителя тоже не превышает установленные показатели. Атомщики говорят, что на этой территории вблизи АЭС сложилась благоприятная атмосфера для флоры и фауны. У нас есть насекомые, которые в Красную книгу Саратовской области попали. Их уже на грани истребления. В большинстве даже районов области их не было. А здесь у нас они появились. Здесь гнездится серая цапля. Она только на чистых водоёмах. А она вот в районе пятого блока. Я её там неоднократно сам видел. Забота об окружающей среде для атомщиков – приоритетная задача. В 2023 году на эти цели Балаковская АЭС направила почти 137 миллионов рублей. Они пошли на охрану атмосферного воздуха, предотвращение изменения климата, защиту земель, охрану природных территорий и защиту биоразнообразия, в частности, на зарыбление Волги. Почти 76,5 тысяч особей стерляди выпущено. Это тоже проснокнижная рыба. А вот в прудах лодители выпускают другую рыбу, растительноядную, которая помогает защищать водоём от водорослей. Это технический пруд, но за составом воды здесь тоже следят пристально. Она полностью соответствует НРБ. То есть её можно пить, если бы не микрофлора водорослей. По солесодержанию понятно, что концентрация выше, чем, допустим, в реке Волга, но непредельная. Это не сравнишь ни с морской водой, ни с какой-то другой. По крайней мере, популяции рыбам это не мешает. Часть воды за счёт испарения постоянно уходит в атмосферу. Если вы будете что-то долго выпаривать, то там, в конечном итоге, будет очень много накипи, солей различных. Ну, соли и накипи. При этом у солей есть степень растворенности. Вот здесь она уже предельно достигнута. Больше в воде соли уже не будет. Теперь она в виде елового осадка только на дно выпадает. Понятно. А подпитка его осуществляется из речки Берёзовка за счёт насосной станции подпитки водоёма-охладителя. Ну, постоянно нужно уровень держать. Он нам необходим для технологических вещей, чтобы циркуляционные насосы работали, которые в конденсатор воду прокачивают. Поэтому его постоянно подпитывают. В районе дамбы-охладителя размещен аспирационный пост для отбора проб приземного слоя воздуха и воды. Специалисты отдела радиационной безопасности проводят такие заборы еженедельно. Например, через специальную ткань прогоняют поток воздуха и затем проводят с ней определённые манипуляции. Эту ткань соберут на анализ, её сжигают в печи, то есть подвигают изолению, собирают залу и с помощью спектрометра определяют активность радионуклинов, которые находятся в воздухе. После рейда беседа продолжилась в зале информационного центра Балаковская АЭС, где более детально были рассмотрены вопросы экологического воздействия атомной станции на окружающую среду. Журналистам рассказали, что именно безопасность – это приоритет в работе АЭС. Станция ежегодно проходит экологический менеджмент по системе ДКС, международная система, где все подразделения, которые вносят и могут вносить свой вклад по воздействию на окружающую среду, отчитываются аудиторам, показывают документацию, рассказывают о своих аспектах деятельности. И в целом вот эта вот система экологического менеджмента, она либо соответствует международным высочайшим требованиям, либо нет. На сегодняшний день мы успешно проходим и ресертификационные аудиты, и сертификационные аудиты. И в настоящее время этот сертификат у нас есть. То есть наша атомная станция с точки зрения отсутствия влияния, она ничем не отличается от атомных станций Франции, от атомных станций Америки и так далее. Ознакомиться с экологическим отчетом могут все желающие. Он размещен на официальном сайте концерна «Росэнергоатом». Печатные экземпляры были направлены в органы исполнительной власти, депутатам собрания Балаковского района и депутатам муниципального совета.